доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала с вами россии и это рубрика геймплей летсплей сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием pizza connection 3 не мог я не мог пройти мимо этой игры ребята если честно я собирался ее вам предоставить как только-только я приобрел ее на своем самом любимом в мире магазине в интернете но дела дела конечно долго уже не было видео давайте наверно сразу перейдем к обзору я если честно очень большой фанат серии игр магнат быстрой еды pizza connection 2 она вроде называлась fast food что-то там не помню честно не помню короче когда на нее попал я просто было просто было бомбезно значит в принципе чем заключается смысл этой игры мы развиваем сеть своих ресторанов пиццерии точнее по вот видите есть такие основные как бы города мы начинаем с самого маленького ресторанчика давайте возьмем рим наверно количество граждан 1000 доставок терпения начальный бюджет так 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 без конца так вот мы начинаем как бы с маленького бизнеса развиваемся мы сами что немаловажно мы сами создаем рецепт пиццы то есть вот как вы себе представляете идеальную пиццу в принципе вы так это и делаете то есть хотите больше помидор пожалуйста хотите добавить пример каких-нибудь там муравьев пожалуйста есть разные контингенты людей которые кому-то нравится ваша пицца кого-то не нравится то есть нужно ловко лавировать между этими группами людей для того чтобы ваш бизнес был на высоте чтобы вы рубили миллион миллион бабла но для этого вам нужно быть пораженным таким пицца елой пицца делом смотрите вот перед нами есть рим скажем так кусок рима здесь есть такое понятие в игре как склады есть готовая площади под ресторан можем построить свой ресторан мы должны нанимать обслуживание этого ресторана то есть там поваров доставщиков мы можем покупать рекламу мы можем по крайней мере в прошлой версии игры можно было подкупать мафию для того чтобы она наезжала на ваших конкурентов чтобы она мочила ваших конкурентов чтобы она подпаливала им их не магазины склады и так далее то есть чтобы вы были такими на полным магнатом монополистом к так сказать в своем деле давайте начнем у нас есть немножко те все-таки поговорим об игре потому что я извиняюсь если я слишком на эмоциях рассказываю но знаете у меня еще на то время 2004 год наверно у меня был диск с этой игрой то есть я и очень любил и на определенном моменте у меня диски был или поцарапан или что и на определенном моменте у меня постоянно скажем так выбивала эту игру и это было очень досадно на то время не было моего любимого магазина под названием торрент или я еще был совсем не смешлен для того чтобы пользоваться торрентом поэтому приходилось плакать в подушку когда мой диск выбивал очередную ошибку и так значит у нас есть лакоза инфуриатия какая-то короче мы можем арендовать за 700 долларов в месяц как я подозреваю значит здесь вот есть ожидаемые посетители то есть мы такие будем с вами немножко экономисты то есть мы видим что больше всего туристов меньше всего рабочих такое скажем так середнячок давайте посмотрим что у нас есть еще вот на крайне из какой-то магазинчик здесь у нас вообще плохая посещаемость там надо где-то ближе к в центре вот тут к примеру тут тоже так давайте все-таки возьмем это было в наш первый магазин как давайте посмотрим тут же еще нужно учитывать что в разное время есть в разное посещение то есть мы можем сделать наш магазин как круглосуточным такие примеру чтобы была какая-то узкая направленность ой но тут вообще что то как это все скачет 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 еще нужно учитывать такие моменты что и наш магазин находится рядом с метро то есть если метро работает с утра то можно там рассчитывать на покупателей которые будут с утра к нам приходить если там рядом какой-то находится вот смотрите торговый центр отличное место особенно если учитывать что здесь пик с 9 до 6 ну можно попробовать вот здесь это вот рядом с торговым центром как раз опять же с 9 даже до 21 740 аренды но давайте начнем так выберите название для вашего ресторана я хочу этот ресторан посвятить своему товарищу который сейчас находится в реале саша вернись с него так док фазер вот так вот продолжить я не могу в своей любимой игре не указать своего кореша значит у меня я вначале немножко права компания прошел обучение поэтому у меня уже есть компания под названием пицца росси росси пицца как вам удобней теперь давайте придем на конструктору немножко совсем немножко посмотрим эту игру и я честно с него выйду больше не буду вас и мучить хотя если честно есть бешеное желание и пройти мне кажется что мои руки крюки мне это не позволит сделать так давайте придем в конструктор значит что у нас с вами здесь есть у нас есть склад у нас есть склад у нас есть кухня и у нас есть зал в котором будет наши так сказать отдыхающие есть такие здесь заморочки как фактор стиля то есть примеру старикам нравится там более старинная кому-то там нравится более молодежная то есть всем не угодишь поэтому давайте будем смотреть по нашим деньгам самый кошерный стол вот стоит он сейчас точнее стул 400 баксов за один здесь интерьер здесь кухня давайте начнем с кухни все-таки духовка 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 классика модерн деревенский простую духовку возьму нахрен она нам надо не понял в чем проблема обалдеть то есть стоп-стоп стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп прожди тебя ребят и подождите нам нужно обязательно изменить планировку потому что это бред большая сильно в принципе тоже наверно нет вот такая сейчас я не могу понять это что получается зал нет давайте еще раз применить планировку ну вот лично мое мнение как я понимаю это у нас подсобное помещение это у нас должен быть зал где мы будем принимать людей но стандартная планировка вообще очень ужасно если давайте вот это попробуем вот это вроде неплохая так теперь значит здесь у нас будет это гостевой зал будет здесь у нас будет кухня здесь у нас будет кладовая вот теперь вот так все теперь я пример не примерненько знаю где на что происходит берем значит духовочку нашу пока я думаю нам хватит двух больше нам не нужно дальше займемся займемся стульями я думаю такие стулья должны понравиться всем деревенский стиль большой зал честно большой зал сделал но видите что я еще делаю рахит правой кнопкой мы поворачиваем левой кнопкой поставим давайте сразу оставим стол и примерно 100 деревенский стиль давайте такой вот деревенский стиль я думаю нам пока таком чисто произвольном порядке потому что если честно не сильно мамин дизайнер поэтому не очень получится это все выстраивать я на самом деле такой знаете своеобразный мечтатель в плане того что я буду по ну не поваром делать свою пиццу так обязательно стулья должны прилегать к столу потому что это будет считаться ошибкой и мы не сможем размещать наших гостей за этими столами чтобы просто не активен и эти людишки будут приходить у вас неправильно стоят стулья так давайте возьмем ну раз мы уже делаем в деревенском стиле давайте поставим пару ламп что в принципе все у нас стулья стоят столы стоят лампы стоят что самое главное две печки есть теперь давайте займемся набором персонала так пусть отлично так теперь дальше что нам нужно сделать конструктор сотрудники дальше у нас начинается самое интересное справа мы как взрослые дядьки или тетки устанавливаем график значит у нас есть такие хлопцы как повара официанты и доставщики продуктов скажем так у них есть такие параметры как быстрота и как качество в обучении советуют мол там ребята не выбирайте типа там сильно хороших потому что недорогие нужно купаться ну каждый делает так как учитать нужно итак у нас значит примерно 7 утра до 21 дня у нас идет пик людей поэтому сейчас мы будем с вами формировать смены берем катерину она охватывает как вы видите примеру 6 до 12 повар дальше вы к нему добавляем официанта в эту же смену и добавляем примеру одного доставщика конечно у каждого может быть какие-то свои там видения я к примеру тут разгадал одну формулу но я разгадал тогда когда только начинал играть вот игру то есть смотрите нам нужно три смены для того чтобы охватить полностью весь скажем так все рабочее время которое чисто теоретически будет прибыль я это делаю примерно вот так то есть я на каждую смену ставлю по пока по одному повару я думаю не будет справляться давайте еще даже вот так смотрите мы охватываем аж до двадцати четырех часов хотя там уже поток недель слишком маленький будет давайте тогда наверное немножко вот так вот сдвинем вот так вот 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 добавим еще обязательно официантов чтобы тоже порядок был так подстраховать скажем так пока примерно вот так мы охватываем с 9 утра до 21 друг друга перекрываем вроде как все вроде как отлично так хлопцы уже пришли доставчик уже побежал непонятно куда и теперь мы переходим к самому интересному меню у нас есть меню мебель какие-то там исследование можно конечно же проводить бандиты можно нанимать бандитов можно нанимать аниматоров и так далее так далее но не настолько глубоко если честно не углублялся давайте меню у нас пустое поэтому мы конечно же перейдем в редактор пиццы для чего мы с вами пришли и теперь начинается самое интересное у нас есть форма такая 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 мы можем ее чисто символически вроде если ничего с растягивать почему вот так вот эти мы можем что-то пытаться сделать типа свое все равно стандартной формы есть здесь мы можем в живых скобочках типа в соцсетях комментарии узнать мнением определенного вида людей типа там пенсионерам нравится лук молодежи нравится салями и так далее давайте выберем стандартную пиццу дальше поехали по ингредиентам так обязательно могут с помощью можем измельчить может сейчас выложить помидорки то есть мы уже сразу знаем предпочтение что вот в принципе овощи нравится практически всем и рабочими подростками студентам и так далее поэтому мы сейчас с вами так может немножко неровно наложен помидор обязательно обязательно помидор сыр на куда же без сыра и сыра куда может быть пицца давайте пармезану наверно навалим немножко пары по пармезанчику так сказать для вкуса для вкуса смотрите уже пример важный персона не нравится ингредиенты не нравится добавили сыра уже вроде бы и нормально и по карману тут же нужно учитывать ценовую политику то есть сколько себестоимость пиццы окупается на себя или нет так колбасу любят почти все кроме важной персоной студентов я думаю мы с вами переживем этот момент давайте колбасы должна пицца должна быть мясная не пустой знаете как бывает реклама типа надоели пустые пиццы тогда нам вам к нам или мы к вам не помню накидаем в общем салями рыбу я думаю будет не красиво может ананасов добавить но что-то вот рабочие мужики такие завода вообще не любят фрукты в пицце поэтому надо добавить немножко зелени добавим петрушечки сюда обязательно петрушечки немножко вот так имбиря чеснок чесночка чесночка надо такая чтобы она была не 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 чесночок базилика давайте еще вот так еще пачку еще пачку базилика для того чтобы просто было мама миа не пицца все-таки я еще хочу добавить мясо потому что мясо много не бывает папирони бекон давайте бекон еще сюда с колбасой салями с беконом были такая жирнючая пицца будет 147 грамм вы знаете как-то хотя еще наверно хотя мы можем с вами сделать у такие куски бекона положить не надо не будем давать еще яйца туда на кроши еще яйца сюда добавим чтобы такая вот была именно пицца и пицца все все пора остановиться так базовая цена 384 розничная 4 доллара что такое 4 доллара давайте-ка сделаем накрутку как нормальные русские хлопцы блять на сто процентов то поднем так уже почувствовать даже даже на 120 то что-то прибыль разве на 110 110 хорошо так сохранить назовем ее пицца еще один мест товарищ на пицца вадимка сейчас еще сейчас вадик если ты смотришь это видео ты наверное уже по не смотришь но все равно знаю эту пиццу я сделал для тебя ради саши я построил пиццерию ради тебя его пиццу назвал первую так сохранить рецепт в книге рецептом чтобы он был доступен ну не ладно хорошо пускай для каждого входе в игру пицца сохранена книги рецепты будут отлично хорошо хорошо все загрузить пиццу то есть можно взять типа пиццу из ранее готовых и это модернизировать но мы это делать не будем все пицца изменена сохранена хорошо выйти из пекарни сейчас нам нужно теперь в нашу меню добавить какую-то пиццу пицца александр и действует точнее зовут фазер почему действует пекарни сотрудники есть меню так требуются региенты а почему не могу я верно ребята я наверно не создала вы промолчали загрузить пиццу пицца вадимка загрузить вот есть такое дело у нас все сохранить пицца вадимка сохранить менеджеры меню на теперь есть у нас все выходим выбираем пицца вадимка все заведение наши открыто поехали рубить было на пицце водимки то есть мы садили только что 14000 для того чтобы начать наше первое дело конечно при хорошем раскладе чтобы наши хлопцы далеко не бегали нам ведь это охват нашей пиццерии при хорошем рассказе чтобы наши хлопцы не сбегали далеко на склад мы можем прикупить себе склад пример вот тут аренда вот можем его тут арендовать но пока не можем для того чтобы они не бежали на центральный склад один могут бежать наш склад скажем так здесь мы пока ничего не можем сделать потому что нам надо исследовать рекламные точки наша пиццерия выглядит вот так издалека и по здесь название ваше лицо которое вы сделаете хлопец привез первые продукты только почему-то он по-дурному отбегают не знаю почему дурак какой-то давайте сделаем x3 скорость пицца наша закрылась потому что уже время состояние критические посетители у нас подсказки расширить ли ты гостевой зал поставьте больше стульев лучше не учите нас жизни папаши ждем начало открытия потом я поставлю скорость попроще точнее помедленнее единственный минус в этих всех играх экономических что приходится так вот на быстром этом и только смотреть как ты развиваешься как ты становишься лучше короче нам налоги какие-то сожрали бы 4000 за один день так все хорошо мы начали у нас есть повар он идет первый посетитель алиса виталя а ну-ка студент если ты студент а я балерина тогда так алиса виталий заходит к нам сразу подбежал а где градиенты не могу понять что за хрень откуда они эти ингредиенты везут с другой планеты видите у нас уже есть первая проблема у нас не хватает гребаных доставщиков так давай вот так вот тогда что же с вами делать надо еще пожалуй официантов добавить так ну чё ты прибежал с пустой тачки ты чучело о все нашли первые первые заказы пошли мы узнали что петрушка это любимый ингредиент для категории старик он отдал денег все и теперь поехали теперь мы будем смотреть как наши давайте хоть на такой скорости у нас сейчас аж три официанта читаем не нравится стулья не заходит негодяи какое-то неудобное расположение двери если честно какие-то не пенсионеры к нам ходят ну может быть еще проблемам в том что у нас очень скудное меню и надо учитывать все к примеру там все возможные что такое что там со стульями не нравится лишь можно учитывать все возможные касты людей точнее группы людей и угодить всем делать сладкие пиццы делать пиццы с морепродуктами то есть что ваше душе угодно можно регулировать регулировать количество товаров закупаем чтобы они не портились ну в общем игра реально очень много грана и обязательно стоит вашего внимания ребят знаете наверно назвал эту рубрику геймплей летсплей но наверное мы просто закинем это просто в рубрику про игры так ну вот сейчас закрылась закрылась наша пиццерия и на это наверно все я показал вам свою любимую игру я показал то что мне вызвало ностальгию вот нужно видите первые наши посетители 91 процент 100 процентов все отлично все отлично у нас все красиво потому что потому что я у власти это это классно спасибо что вы посмотрели видео если вы посмотрели спасибо что вы с нами и с вами был росси на канале роли гейм онлайн ставьте обязательно лайки и дизлайки оставляйте свои комментарии и всем до скорых встреч и пока пока пока